Крохотный котенок приполз во двор к женщине и стошно плача. Женщина услышала тоненький писк, доносившийся с заднего двора ее дома. Там, на кирпичной кладке, лежал и просила помощи крохотный рыжий комочек. Жительница округа Феникс в Аризоне, США, услышала на заднем дворе своего дома тоненький писк. Выйдя поискать его источник, она обнаружила крохотного котенка, который лежал на кирпичной брусчатке и слезно просила помощи. Хозяйка дома решила немного подождать, вдруг объявится мама-кошка, но ее не было рядом. Перепуганный котенок всю ночь проплакал, но его мама так и не пришла. Неизвестно, как он оказался один в таком нежном возрасте, но теперь малыш был в надежных руках. Женщина передала котенка в центр спасения Джинс Боттл Бэбис, где его взяла к себе на передержку заботливая сотрудница. Малыша назвали Пико, и всего за один день он превратился из плачущего перепуганного существа в довольного и улыбающегося мальчика. Пико был очень благодарен спасению. Опекунша по имени Шелби с мужем по часам кормили котенка из пипетки. Каждый раз, когда Пико плакал, требовал внимания или нуждался в тепле, его оборачивали в одеяло, в котором он громко мурчал. В нем он чувствовал безопасность и тепло, которых когда-то не получил от мамы. Еще до того, как Опекунша взяла к себе Пико, у нее жили шестеро осиротевших спасенных котят. Когда Пико поправился, Опекунша знала, с кем его пора познакомить. Хотя Пико был самым маленьким среди других котят, он быстро подружился со всеми. Малыши начали бегать и играть вместе, как большая дружная семья. Рядом с активными братьями и сестренками Пико подрастал здоровым и игривым. В новой семье Пико даже нашел себе лучшего друга, который так же, как и он, когда-то совсем крохотным остался один. Котята живут в отдельной комнате, и каждый раз, когда Шелби с мужем заходят к ним, пушистики купают их в нежности. У Пико удивительный характер, и он очень любопытный малый, рассказывает Опекунша. Он смешной, никогда не выберет для сна удобную лежанку, а скорее заснет в коробке или пластиковой миске. Когда котята достаточно подрастут, им сделают необходимые прививки и начнут подыскивать хозяев. Желаем маленькому Пико и его пушистым братикам поскорее обрести любящие дома.